В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Как жить без ФАПа? Для жителей поселка имени Кирова это единственное место, где они могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Но своего помещения ФАП не имеет. Он квартируют в местном ДК, из которого, по слухам, его выселяют на улицу. Наш корреспондент Константин Миронов отправился эти слухи проверить. Череда пожаров, прокатившаяся по поселку имени Кирова Камешковского района, затронула и местный ФАП, который сгинул в огне уже год назад. Чтобы не оставлять жителей без медицинской помощи, администрация приняла решение разместить медучреждение в местном клубе. Директор даже была вынуждена отдать свой кабинет. Она же и стала объектом критики. В какой-то момент в народе стали поговаривать, что работник культуры хочет выставить медиков на улицу по причине ремонта в Доме культуры. Я занималась документами библиотеки. Она открыла дверь, завела мне пациента и, показывая на меня, сказала, что вот этот человек виноват в том, что пропали вакцины. Я не могу вам сделать прививки. Но это и была ерунда и ложь. Из объективных претензий к ФАПу в Доме культуры крутая лестница. Старикам и инвалидам подниматься по ней тяжело. Мой муж инвалид, первой группы. У него нет одной ноги. Вторая нога у него загнила. Ему сейчас требуется большая помощь врачей. Мне обязательно нужен ФАП, в котором могу я сама подъехать, привезти мужа и покажем повод обратиться. ФАП из ДК уберут буквально на днях, потому что ремонт заканчивать все равно нужно. Ведь деньги на него учреждение культуры получило в виде федерального гранта. И естественно, вести ремонтные работы, когда внутри здания принимают пациентов, это абсурд. Но медиков выселят не на улицу, а перейдут в здание местной фабрики. Там есть отопление, есть электричество, есть канализация. То есть есть все. То есть есть ступеньки, по которым это можно зайти. То есть сейчас они на время уходят туда, для того, чтобы это все было дальше. Самое интересное, что для поселка уже приобретен новый модульный ФАП. Когда он откроется, мы спросили главврача Камешковской ЦРБ. Сергей Тимкин успокаивает. Говорит, что в этом году ФАП должен распахнуть свои двери. А затянулось его открытие, потому что субподрядчик не выполнил своих обязательств. И чисто юридический ФАП пока не может начать свою работу. Он стоять-то стоит, а его снимать никто не будет. Ну, в смысле, разбирать его, соответственно, никто не будет. А директор Дома культуры тем временем так сильно распереживалась, что ее обвиняют в выселении ФАПа за двери клуба, что женщине потребовалась медицинская помощь. Оказывать ее приехала скорая помощь. Константин Миронов, Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Хотят, чтобы решили их проблемы. Жители дома на улице Комиссарова рассказывают, что уже много лет на их придомовой территории располагаются чужие гаражи. Когда-то их построили для инвалидов и ветеранов войны, живущих в этом районе. Сейчас их уже нет в живых, а самими гаражами пользуются посторонние люди. Из-за этого местным жителям некуда поставить собственное авто. Кроме того, несколько недель назад был поврежден один из столбов уличного освещения. И провода до сих пор лежат на крыше одного из гаражей. Люди боятся за свои жизни. Кто починит опору и как убрать чужие гаражи? Ситуация разбиралась Маргарита Махрова. Он дул кверху, а нет, так согнутый. Да, здесь был прям он стоял. Тут приходили, смотрели, я не знаю, какие люди приходили. Ходят, смотрят, а световую опору никак не починят, возмущаются люди. Они рассказывают, что раньше этот фонарь работал исправно. Но недавно его задели спецтехникой, когда меняли какие-то коммуникации под землей. В результате макушка столба с фонарем согнулась. Провода упали прямо на металлические крыши этих гаражей. И до сих пор лежат. При этом фонарь не обесточен, говорят люди. Не дай бог, случится замыкание или пожар. А часть проводов и вовсе висит на деревьях во дворе дома. Дети бегают, некоторые залазят на деревьях. Возьмутся за провода, что будет. Местные жители говорят, что звонили в управкомпанию и сообщали о проводах и сломанной опоре. Но их до сих пор не починили. Возмущают жителей и сами гаражи. Стражилы дома рассказывают, что много лет назад их поставили для инвалидов и ветеранов войны. Тогда земля принадлежала городу. Но сейчас, говорят люди, прежних владельцев, вероятно, уже нет в живых. А эта территория вместе с постройками по закону стала придомовой. Получается, гаражами бесплатно пользуются чужие для этого дома люди? Нет, мы не знаем этих хозяев. Они вообще не из нашего дома. Из нашего дома здесь нет ни одного гаража. А вот владельцы наших машин могли на этом месте сделать организованную, заказанную нормальную площадку для постановки своих автомобилей. Не гаражей, а просто стоянку для автомобилей. Машин забирают, ставят. Видим мы это. Но ни разу не спрашивали, да? Ну, ни разу не спрашивали. Они не наши, не из нашего дома. Управляющая компания, наверное, должна решать. То есть просто убрать эти гаражи? Убрать гаражи с нашей территории. Люди не раз устно обращались к представителям своей управкомпании ООО «МУБЖРЭП», чтобы им помогли решить вопрос с чужими гаражами. Но там лишь разводят руками. Чтобы разобраться в ситуации, жители дома вышли на общественников. В организации ЖКХ «Контроль» разрешение проблемы видят в идеологии собственников дома и управкомпании. Собственники не должны думать об этом. А в первую очередь должна замотиться об этом управляющая компания. Она должна выйти с предложением на собрание для того, чтобы принять решение, как дальше быть с этими гаражами. Или их убрать, а убираются они в судебном порядке. Или их, ну, назначить им какую-то в виде аренды за пользование земли. Что примут собственники, это уже их право. Общественники пообещали взять ситуацию на контроль и обратиться в государственную жилинспекцию за разъяснением по этой ситуации. А еще жители дома обратили внимание общественников на недоделку в их доме. Недавно газовики меняли участок трубы на вводе в дом. В результате повредили отмостку и до сих пор ее не отремонтировали. Проследить, чтобы все сделали как положено и в срок заботу управкомпании. Когда же отмостку приведут в порядок? В управкомпании нам сообщили, про недоделку знают и держат ситуацию на контроле. Газовики после нашего звонка также заверили, что необходимые работы они проводят по плану. И уже завтра поврежденную отмостку должны восстановить. Что касается судьбы гаражей, то процедура поиска хозяев и демонтажа гаражей в территории дома по решению суда – процедура очень длительная и непростая. Для того, чтобы ее запустить, собственники должны обратиться в управкомпанию с заявлением. Права земельного участка, они же не принадлежат нам на праве собственника, мы только им управляем. А по процессуальному только собственник. А собственник здесь в данной ситуации – собственники жилого помещения. Поэтому любой из собственников, либо группа собственников может обратиться, собрать общее собрание, делегировать нам эти полномочия. Мы этим занимаемся только тогда, когда нам обращаются. Потому что по процессуальному закону кодексу это именно так. И по поводу аварийной световой опоры управкомпания в курсе. Уже направляла заявку в МКУ благоустройство, потому что поврежденный фонарь – это уличное освещение. Там починить обещали, а вот срок не уточнили. В пресс-службе муниципалитета нам пояснили, что обследование по заявке специалисты провели в начале этой недели. Было проведено обследование. Опасности жизни людей не представляется. В течение четверга и пятницы эта опора будет исправлена соответственно со всеми вытекающими. И провода тоже поправят. Все будет приведено в соответствие, как это должно быть. Жители надеются, что их проблемы действительно решат в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал. Кому нужны социальные контракты? Департамент соцзащиты сегодня заявил, что подписывает их с малоимущими семьями. На каких условиях власть раздает деньги и во сколько государству обходятся льготники Владимирской области только по строке коммунальных расходов? Александр Инин слушал, как чиновники заботятся о населении. Департамент соцзащиты предлагает деньги нуждающимся. Ежегодно социальными контрактами пользуются 100-112 малообеспеченных семей. Единоразово можно получить до 65 тысяч рублей. Деньги дают на расширение поголовья и дополнительный инвентарь для подсобного хозяйства. Можно даже трактор купить. Кто-то покупает козу, кур. Соцконтракт также можно направить на получение новой профессии, переобучение, открытие собственного дела. Но беря деньги у государства, следует помнить, за них придется отчитываться. Следует обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. При этом, конечно же, составляется контракт, где разрабатывается программа, куда будут направлены эти средства. Ну и, конечно, обязательно отчет должен быть представлен. Если решают купить какую-то живность подсобного хозяйства свое, то вот надо будет отчитаться. Если они определились, что они какое-то оборудование купили, ну, например, решила женщина занять, значит, шьет и там машинку покупает швейную, вот тоже необходимо отчет обязательно предоставить. Освобождение от коммунальных платежей – еще одна мера соцподдержки. Льготы на услуги ЖКХ имеют все инвалиды. А с Нового года и совместно с ними проживающие граждане старше 70 лет будут платить меньше. Речь идет о платежах за капремонт. Неработающий пенсионер старше 70 лет и проживающий с ними неработающий инвалиды первой и второй группы приобретает право 50-процентная скидка, да, с учетом стандартов и тарифов. Если старше 80 лет, то здесь, значит, бесплатно эта льгота полностью 100% возмещаются расходы. Но при этом напомню, что сначала сам получатель этой меры поддержки сам оплачивает все эти платежи, а потом уже в виде компенсации получает вот эти дополнительные средства. Разговор о людях с ограниченными возможностями власть приурочила к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. По данным Департамента соцзащиты во Владимирской области 132 тысячи инвалидов, из них почти 5000 – дети. Чтобы инвалиды не платили за услуги ЖКХ вовсе или платили только половину, Москва перечисляет региону 1,2 миллиарда рублей. Александр Инин, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Нерадивый поставщик предстанет перед судом. В области закончили расследование уголовного дела Станислава Фролова. Бизнесмены обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов. По версии следствия, с декабря 2016 по июнь 2017 года вместо ГОСТовского сливочного масла предприниматель поставлял в бюджетную организацию области фальсификаты, просрочку из корыстных побуждений. От его действий пострадали родильные и детские дома в Муроме, областной психоневрологический интернат, онкологический диспансер и несколько больниц. Чтобы собрать доказательства по делу следователей, опросили больше ста свидетелей, в том числе поставщиков из 12 регионов страны. Провели 28 судебных экспертиз. По данным следкома, действия Фролова нанесли областному бюджету ущерб на 6 миллионов 100 тысяч рублей. Предприниматель убытки уже полностью возместил. Теперь его дело будет разбирать Ленинский райсуд. Движение по Пекинке ограничат на две ночи. О проведении дорожных работ в черте Владимира сообщает Упордор Москва-Нижний Новгород. В ночь с 21 на 22 ноября с 23.00 до 6 утра до двух полос сузит проезд возле комбината Тепличный. Там будут монтировать надземный пешеходный переход. Полностью М7 перекроют с 2 ночи и до 2.40 и с 3.20 до 3.55. А в ночь с 22 на 23 ноября ограничение движения будет действовать на участке в районе станции Юрьевец. Причина та же – монтаж надземного пешеходного перехода. Работы продлятся с 23.00 до 6.00 утра. Полностью Пекинку перекроют также два раза за ночь. С 2 до 2.40 и с 3.20 до 3.55. Строить переходы будут из соображений безопасности только в районе комбината Тепличный. За пять лет произошло 36 ДТП, в которых было ранено 50 человек и четверо погибли. Федеральные дорожники решили вернуть светофор рядом с Веризина. Его ликвидация ранее возмутила жителей микрорайона. Светофор появился на этом участке летом, чтобы разгрузить Пекинку на время ремонта участка. Теперь дорожники готовы вернуть оптического регулировщика. Но при условии, что не позже апреля 2019 года администрация города приступит к работам по устройству безопасного съезда к микрорайонам Веризина и Содышко. Если данные дорожной работы не будут проведены, в апреле светофор демонтируют окончательно. Новые случаи заболевания пневмонии среди владимирских школьников. В 46-й школе диагноз поставили сразу двум ученикам. Напомним, недавно из-за инфекции почти на месяц на карантин закрыли 36-ю школу. Ребятам пришлось заниматься дистанционно. Случаи заболевания выявились и в 39-й школе. Там инфекционная пневмония была диагностирована у шести ребят. Все они ученики разных классов. Закрывать школы на карантин по нормам Санпина можно, когда заболевших будет больше десяти человек. Кто будет отвечать за строительство в нашем регионе? Сейчас решается вопрос о возврате градостроительных полномочий от областной власти муниципалитетам. Инициативу вынесли на обсуждение депутаты законодательного собрания. Как возникла эта идея? Какие проблемы есть в градостроительной области? И что изменится после передачи полномочий на уровень города? На эти темы мы беседуем с автором законопроекта и членом рабочей группы ЗАГС Собрания области по передаче градостроительных полномочий Андреем Марининым. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вообще такое градостроительные полномочия и как они сейчас в области разделены. Ну, если касаться конкретной ситуации, то неразграниченная земля, которая являлась полномочиями городской администрации в прошлом созыве законодательного собрания была передана на уровень субъекта, то есть региона. То есть областная администрация распоряжалась то, кому выделять неразграниченную землю, в каких объемах, как и так далее. 131 закон в данном случае федеральный четко определяет, что данные полномочия должны осуществлять органы местного самоуправления, то есть городская администрация. Они работают на принципах единоначалия. Там один начальник, который распоряжается бюджетом, это Шохин Андрей Станиславович. И поэтому у него по априори должны быть все эти полномочия. Я сам до недавнего времени работал главой администрации города Лахинска и знаю, насколько это важная история. И знаю, что все денежные средства, которые идут от аренды земельных участков, от продажи земельных участков, идут 100% в бюджет города. Областной законопроект, который уже был принят и передал полномочия в областную администрацию, в чем его недостатки? Я понимаю, что область осуществляет данные полномочия, себе деньги, естественно, не забирает. Но она может тормозить эти процессы. А еще более сегодня на этот счет высказывались члены рабочей группы. Могут быть допущены определенные нарушения. И приведу всего один пример. Это за вечным огнем у нас, не сохраняя положенные метры от памятника, началось или выдано уже разрешение областью, кстати, на строительство какого-то сооружения, которое там в принципе не должно быть. И таких моментов, пока работала областная администрация с этими полномочиями, было допущено очень много. Понятно, что ошибаться могут все, но здесь мы принципиально, у нас четыре автора законопроекта, это Бирюков, Казаков, Цыганский и Маринин, то есть я. Мы вышли с этой инициативой и принципиально в двух слушаниях рабочей группы по этому вопросу дискутировали с представителями администрации, с представителями общественности. Я работал в исполнительных органах власти и понимаю, что это такое. Вы знаете, когда приезжаешь в субъект из города, которым ты управляешь, из глубоко дотационного бюджета и просишь какие-то гроши на выполнение важных социальных задач, то мне всегда областная администрация, в том числе и проверяющие органы, которые не раз проверяли наш муниципалитет, когда я был главой администрации, они указывали на то, что Андрей Владимирович, а вы себе под ноги-то посмотрите, вон сколько земли-то, которые вы еще не продали, не отдали в аренду и так далее. Так вот я все время заостряю внимание на том, что органы местного самоправления должны стремиться к тому, чтобы, и так меня учила областная администрация, стремиться к тому, чтобы каждый квадратный метр ввести в эксплуатацию, чтобы он приносил доход в местный бюджет. А местный бюджет потом формирует уже депутаты, глава администрации, муниципалитеты и расходует их наиважные социальные проекты. Андрей Владимирович, вы уже сказали сегодня о рабочей группе, как она была сформирована, кто в нее входит и чем вообще в рабочей группе занимаются? Рабочая группа – это, знаете, такие некие публичные слушания, понятно, какой характер они носят. И, естественно, что последнее слово будет за депутатами законодательного собрания. Она была создана по инициативе законодательного собрания, и, безусловно, туда вошли в основном депутаты законодательного собрания. Также туда были приглашены представители общественности, туда были приглашены руководители целого блока строителей от нашей области, в которую входит порядка 40 тысяч человек. Там были представители администрации, представители прокуратуры и еще каких-то бизнес-структур. Поэтому, в принципе, все, кто хотел туда, все они вошли. И многие из них имели право голоса. Андрей Владимирович, уточню еще один вопрос по поводу заседания сегодняшнего рабочей группы. Насколько легко далось решение о передаче градостроительных полномочий в муниципалитеты? И были ли какие-то споры? Сегодня были вторые слушания. Он был у нас в двух слушаниях проходил. И сегодня, после окончания долгой и более чем двухчасовой дискуссии, было большинством голосов принято решение все-таки поддержать наш законопроект и вынести его на обсуждение депутатов. Я уверенно надеюсь на то, что он все-таки будет принят. И скорым образом полномочия вернутся там, где они должны быть, для того, чтобы городская администрация смогла заняться этими вопросами опять в полной мере. Я точно знаю, и представители городской администрации, которые сегодня также присутствовали на рабочей группе и выступали в поддержку того, чтобы им вернулись полномочия, говорили уже о том, что целый ряд субъектов Российской Федерации, который когда-то пошел по пути с опора данных полномочий на уровень области, сейчас возвращают их. А это такие большие субъекты, как Свердловская область, Самарская, целый ряд этих субъектов, они сейчас обратно возвращают. А некоторые, которые хотели забрать эти полномочия на уровень субъекта, не пошли по этому пути, смотря практику других регионов. Так что это тоже очень важный момент, и надо его учитывать. Городскому совету народных депутатов города Владимира, главный носитель власти в нашей стране, а это жители наши, а в данном случае жители города Владимира, доверили, делегировали свои полномочия власти депутатам. Депутаты приняли эти полномочия как раз таки с вопросами градостроительной в том числе деятельности. И с них будет спрос, не с областной администрации. Поэтому очень важно, чтобы депутаты на сегодняшний день и представительная администрация, и исполнительная власть тоже понимали свою ответственность. Они это понимают, они хотят, конечно, чтобы эти полномочия вернулись. И важно, чтобы это еще и понимала областная администрация. Спрос-то будет с них, потому что им доверили жители ведение данных дел. Спасибо, Андрей Владимирович. А я напомню, мы беседовали с автором законопроекта о передаче градостроительных полномочий муниципалитетам и членам рабочей группы ЗАГСобрания по этой теме Андреем Марининым. В Владимире в городском центре здоровья на Мира-59 стартовал чемпионат области по плаванию. За три дня на нем выступит больше 200 спортсменов из семи муниципалитетов и двух районов 33 региона. Подробнее в материале Игоря Липского. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас важно не уровень результатов, важно то, чтобы люди отбирались на соревнованиях, формировалась команда области с целью поездки. Кирилл Алымов, спортсмен из Владимира, стал первым на дистанции 100 метров к ролям. Спорт пришел по меркам плавания поздно, в 12 лет. За 15 лет спортивной карьеры получил разряд мастера спорта. Подготовка идет разная, к каждой дистанции своя подготовка. 100 метров это, скажем, такой большой сприт, 50-100. То есть тут не угадаешь, надо работать во всю силу. Вот, то есть ускориться и на втором полтиннике еще финишировать. В чемпионате области могут участвовать как юниоры, так и уже известные спортсмены. Бронзовый призер недавнего чемпионата России по плаванию, 17-летняя ковровская плавчиха Анастасия Авдеева в этих соревнованиях выступала в непривычном для себя стиле, в брасе. Через три дня Анастасия будет выступать на первенстве России в Саранске уже на спине, на всех дистанциях – 100, 200 и 400 метров. Этот старт просто так, другие дистанции, другой стиль, чтобы другие мышцы немного нагрузить. Вот, а так взяла бы раз, ну, просто вот для себя пробыть, показать, как бы помогло пробыть, и все. Чемпионат области по плаванию продлится до 22 ноября. Желающие могут поболеть за любимых спортсменов. Соревнования открыты, проходят в городском центре здоровья на Мира-59. А это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6TV.ru. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на шестом канале. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok